Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В руководстве компании-перевозчика отметили, что водители с радостью откликнулись на участие в акции. К тому же им будет компенсироваться стоимость топлива. В данной акции мы хотели бы подчеркнуть свое глубокое почтение и уважение нашим ветеранам за их доблесть, за их храбрость и провести такую вот, такого рода благодаренную акцию. По предъявлению удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, проезд будет осуществляться бесплатно. Хотели бы пользу случаем поздравить наших ветеранов с наступающим праздником, пожелать им крепкого здоровья и чистого неба над головой. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42 В Западно-Казахстанской области лучшего врача выберут посредством СМС-голосования. Об этом заявили Управление здравоохранения. С 29 апреля по 10 июня пройдет акция «Голос пациента». Победители в двух номинациях «Лучший районный врач» и «Лучший городской» назовут в канун дня медицинского работника. Каждый житель области может дать свой голос в пользу врача, который, по его мнению, достоин этой номинации. Для этого необходимо на номера 8705, 872, 7762 или 8702, 371, 5586 отправить слово «Спасибо», указать фамилию моего врача и регион. Город Уральск или же район. Все самые лучшие работы студентов Западно-Казахстанского государственного университета за 2013-2014 годы были представлены на отчетном концерте в Казахском драматическом театре. Студенты факультета культуры и искусств помимо картин, гобеленов и украшений ручной работы подготовили танцевальные и вокальные номера. Искусство. Лицезреть его всегда приятно. Однако простой зритель не всегда задумывается, насколько кропотлива была работа над данным произведением. На выставке работы представили студенты вторых, третьих и четвертых курсов. Первокурсники, которым сегодня не довелось показать свою живопись, не расстраиваются и знают, что в скором времени обязательно смогут продемонстрировать свое умение. Я на изобразительной искусствии учусь, как поступила и рисовала, как и хочу рисовать дальше. И, как я надеюсь, тоже у меня мои произведения будущие здесь будут поставляться в будущем. Фойе Казахского драматического театра, где была развернута художественная выставка работ студентов, вызвала неподдельный интерес у поклонников живописи. Также можно было наблюдать мастер-класс от студентов-художников. А концертная программа, подготовленная также студентами ЗКГУ, удивляла своими ярко-красочными танцевальными и вокально-инструментальными номерами. Словом, в этом концерте блеснули все – и преподаватели, и студенты. Западно-Казахстанский государственный университет во всем регионе Западно-Казахстанской области является одним из научно-образовательных культурных центров нашего региона. И сегодняшнее мероприятие посвящается работам студенчества, коллектива, творческого коллектива факультета культуры и искусств, их работам. Во-первых, наверное, можно сказать, это показать наши достижения наших студентов, что они умеют, как они видят окружающую среду и каким они хотят его сохранить. И во-вторых, хотят видеть мир таким чистым, таким прекрасным и красивым. И поэтому они выставили наши работы на общее обозрение наших зрителей. Цель данного мероприятия – показать жителям и гостям города, каких талантливых специалистов выпускает Западно-Казахстанский государственный университет имени Мохамбета Утимисова. И возможность студентам почувствовать себя мастерами искусства. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске проходит областная спартакиада по настольному теннису среди школьников. Сегодня, во второй день соревнований, прошли личные парные первенства. Завершатся соревнования смешанным видом. 44 девочки и столько же мальчишек соревнуются в 11 командах, демонстрируя все свои навыки и умения. Настольный теннис – это отличный способ энергичного времяпровождения и для тех, кто отдает предпочтение серьезным занятиям, и для тех, кто впервые в жизни держит ракетку в руках. Самое главное – правильно научиться ее держать и обладать орлиным зрением. Здесь все будут бороться за каждое место, потому что очковая система в выигрыше каждой встречи дает очки. И суммируется, это все определяется командное место. Все ребята умело справляются с поставленной задачей, хотя среди присутствующих нашлись и те, кто только начинает делать свои первые шаги в этом виде спорта. Я занимаюсь 6 месяцев. Теннис мне очень нравится. Он развивает внимание. Я надеюсь, что стану чемпионатом. Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет правильно отбит противником. Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка одному или другому игроку. По современным правилам, каждая игра идет до 11 очков. А целью всегда было и остается повышение спортивного мастерства, популяризация настольного тенниса как вида спорта и поддержка дружеских связей между его любителями. Олег Великий, Алтамбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На этом наш выпуск завершен. И вы занимаетесь спортом. И будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok